Спасатели десантировали с зависшего в воздухе вертолета, который находился на высоте 10, 20 и 30 метров. Особенность упражнения в том, что сотрудники Крымспаса спускались по веревкам с помощью специальных устройств. Сложность представляла ограниченное пространство, на которое должны были приземлиться спасатели. Всего за время тренировки было совершено 33 таких прыжка. Поэтому сегодня задача, в принципе, отработали, замечаний нет. Мы получили необходимые десантники, необходимый опыт. И в дальнейшем, чтобы продолжать работу. Крымским спасателям уже приходилось выполнять этот прием около двух месяцев назад. Только на тот раз в действительно экстремальных условиях. Тогда в 60 милях от Севастополя в акватории Черного моря на судне застрял мужчина. Из-за того, что вертолет посадить было невозможно, пришлось применять метод десантирования с помощью веревки. Теперь ведомство тренирует своих сотрудников применять этот способ спуска. Ведь в Крыму он особо полезен при проведении горно-спасательных операций. Авиации в поисково-спасательных работах очень распространено. Особенно в качестве не с применением вертолета. Это позволяет в кратчайшее время добраться в наиболее труднодоступные места. Даже без подсадки вертолета, о чем мы видели сегодня. Сантировать в нужную зону десантников. Оказать помощь, упаковать пострадавшего. И поднять его на борт вертолета на лепетки. И транспортировать в лечебное учреждение. Руководство Крымспаса считает, что такие тренировки нужны спасателям республики из-за сложного ландшафта. Вертолету нередко тяжело приземлиться по причине густых лесных покровов и горного рельефа. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ.